Теперь о расследовании трагедии в Париже. Причастных к теракту ищут по всей Европе за сутки почти 200 обысков. Парижские пригороды Марсель, Леон, Тулуза, Лиль, Гренобль изъяты десятки единиц оружия от пистолетов до гранатомета. Задержаны 23 человека. В Бельгии сегодня спецназ оцепил квартал в Брюсселе. В течение нескольких часов поступали сообщения о взрыве и выстрелах. Они не подтвердились, но ясно. Нервы у европейцев на пределе. Известно об одном или двух задержанных, данные противоречивые, официальных пока нет данных. Но бельгийские СМИ утверждают, что речь о причастных к терактам. В той же Бельгии у границы с Люксембургом якобы видели машину из Франции с вооруженными людьми. Ее ищут. По некоторым данным поиски подозреваемых идут и в Испании. Многие эксперты, говоря о произошедшем, вспоминают известную поговорку про жареного петуха. Спецслужбы начали прочесывать мигрантские кварталы только когда уже произошло самое страшное. Дмитрий Сожин продолжит. Взрыв, прогремевший в районе Малинбек в западной части Брюсселя, вызвал панику в ближайших кварталах. Но это, скорее всего, была петарда. Такими петардами, утверждают бельгийские СМИ, силы правопорядка отпугивают зевак. Взрыв произошел в том месте, где уже третьи сутки продолжается спецоперация бельгийской полиции. Несколько часов назад появились сообщения о том, что полиции удалось арестовать одного из сбежавших из Парижа террористов, Саллаха Абдальсалама. Его якобы задержали у себя дома. Сообщалось даже, что спецназу пришлось применить парализующий газ. Но позже новость об аресте бельгийские власти стали опровергать. Масштабная полицейская операция продолжается и во Франции. Рейды, обыски, аресты происходят по всей стране. За минувшую ночь проведено 168 обысков. Задержано 23 человека. У них изъято более 30 единиц оружия. Расследование терактов, которые произошли в Париже вечером в пятницу, продвигается быстро при полной поддержке коллег из спецслужб наших европейских партнеров. Власти назвали одного из террористов-смертников, подорвавших себя и зрителей в концертном зале «Батаклан». Это был 28-летний француз арабского происхождения. Вырос Сами Амимур всего в получасе езды от центра Парижа в городке Бабинии. На его восточной окраине в эмигрантском квартале однокомнатная квартира. На третьем этаже дома, где в основном муниципальное жилье для малоимущих семей. Здесь находится квартира Сами. Сейчас она опечатана французской полицией. Квартира номер 330. В настоящий момент агенты полиции допрашивают по крайней мере пять ближайших друзей и родственников террориста-смертника. Это тот самый район Парижа, точнее пригорода Парижа, где 10 лет тому назад происходили ожесточённые столкновения полиции с радикально настроенной молодёжью. Его соседи неохотно говорят на камеру. В последнее время его здесь не видели. Каким он был? Тихий, улыбчивый, неплохо учился в школе. Иногда ходил в мечеть. Мало кто предполагал, что Сами примкнул к исламским радикалам. Да преступник он, убийца. О чём ещё тут говорить? У этих людей явно с головой и совестью не в порядке, чтобы вот так хладнокровно взрывать людей. Оказывается, полиция давно им интересовалась. Три года назад его даже допросили, но отпустили. По последним данным, парижанин недавно воевал в Сирии под знамёнами запрещённой в России организации «Исламское государство». Тем временем службы безопасности обыскивают квартиры и в других парижских предместьях. Машину исполнителей парижских терактов обнаружили здесь, на боковой улочке парижского пригорода Мантрёй. До сих пор разбитые стёкла на тротуаре. Французские журналисты говорят, что адрес этот не случайный. В этом здании до последнего времени находилась мечеть. В ней проповедовал имам, которого французские власти совсем недавно выдворили из страны за распространение радикальных исламистских взглядов. Полиция пока не может подтвердить, что чёрный сиат с автоматами и взрывчаткой был брошен здесь из-за того, что его пассажиры были связаны с этим местом. В Мантрёй большая община выходцев с Ближнего Востока. Здесь у террористов могли быть конспиративные квартиры. Это и больно, и страшно. Я живу за углом и видела, как полиция вечером увозила эту машину. Это шок для нас, для всех. Мы не можем поверить, что кто-то из наших соседей террорист. Ведь мы тоже могли стать его жертвами. На данный момент французские власти опознали, по крайней мере, пятерых террористов-смертников. Один из них, он привёл в действие взрывное устройство возле стадиона «Стадо Франс», тоже гражданин Франции. В Лионе, по данным агентства «Франс Пресс», задержали пятерых мужчин. Их подозревают в связях с террористами. У них найдены бронежилеты, автоматы и гранатомёт. Выехать из Франции сейчас становится всё сложнее. Контроль на наших границах восстановлен. Эти проверки должны быть, конечно, настолько эффективны, насколько это возможно. Идут проверки, полиция проводит рейды. Только за эту ночь было проведено 150 рейдов. И они продолжатся на границе и по всей стране. В последние часы журналисты называют имя человека, который, возможно, является организатором бойни в Париже. Это выходец из Марокко, Абдельхамид Аба-Ауд. С ним, якобы, связывались исполнители терактов. Его имя уже фигурировало после расстрела в редакции журнала «Шарли Эбдо». Сотовый телефон Абу Ауда запеленговали в Греции. Сегодня стало известно, что два года тому назад другой подозреваемый посетил Турцию. Об этом официально сообщили в Анкаре. Турецкие власти дважды в декабре 2014 и в июне этого года обращались к французским властям по поводу этого человека. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Христина Иванова, Первый канал, Париж, Брюссель.